Стоим, не пускают нас в город. Одно воскресенье и одна картина, что в Солонцах, что вот тут на Северном шоссе. А еще резко недоступной для большегрузов стала Брянская, говорит предприниматель Ян. На воскресенье 2 апреля дальнобойщики планировали протестный автопробег по городу. Власти не согласовали, организованная колонна никуда не пошла. Но словно на всякий случай, все въезды в город, говорят бизнесмены, даже для одиночных большегрузов оказались закрыты. Креативность, мышление тоже удивило, что машины выдвинули в сторону города. Перед ними буквально за полчаса на проволоку прикрутили запрещающие знаки, выставили кругом кордоны и просто закрыли все въезды в город. Все. И мы просто не смогли даже попасть в город. Город со стороны Солонцов, как выяснилось, закрыли для фур по просьбе Крудора, как там говорят, из соображений безопасности. В пятницу, субботу было достаточно теплыми днями, резко произошло таяние снега. И на самом деле повсеместно сейчас по всем дорогам на всей территории края проходит так называемое обследование дорог на предмет пропуска талых вешеных вод. Большое скопление грузовиков на самом деле могло помешать этому процессу. Вот не более того. И на других въездах в город, где никаких работ не проводилось, все-таки решили обеспечить безопасность. Так в дорожной полиции объяснили принятые меры. Сегодня дальнобойщиков в передвижениях не ограничивают, но протестовать против Платона они продолжают. Причем для этого им даже не обязательно собираться в одном месте. Очень многие сейчас, неважно где находятся, в гаражах или на площадях, они просто не берут новые заказы. Вот такие пустые стоят все большие грузы, и это уже угроза нашей с вами продовольственной безопасности. С 28 марта, с 29 полностью приостановлены поставки овощей и фруктов из Китая. Сейчас Пасха у нас на носу, уже звонят, заоблачные цены предлагают, чтобы мы поставляли яйца в город Красноярск. Мы все отказываемся. То бишь будет напряженка все равно с продовольственным товаром. Перебои будут с товаром большими. А пока большие протестные акции идут по всей стране. Причем стартовали они еще в прошлый понедельник, 27 марта. Всероссийская стачка-забасовка во всех крупных регионах, Водители грузовиков в знак протеста отказываются выходить на работу. Другого выхода мы не видим. Вот только протестовать. Это люди вышли за свои права и свободу. Второе апреля. Видеоотчет. Стоим. Ведь мы тоже люди. У нас семьи есть, дети есть, внуки есть. У меня их четверо внуков. Я даже не могу им даже элементарно что-то приобрести, купить, потому что мне стыдно приходить домой без денег. Сколько еще? Одни будут сидеть без денег, другие без товаров. Непонятно. Эту акцию протеста дальнобойщики по всей стране объявили бессрочно. Екатерина Кашучек, Виталий Суботин. Новости ТВК.